Здесь у меня цветные базы, 15, так, сейчас разберемся. Цветная база, это у нас номер 08, это база, это то, что любят мастера последнее время. Это и цвет, и база, и выравнивание, все в одном флаконе. Базы цветные мне еще придется тестировать, потому что это процесс не быстрый, прям такой нейтральный цвет. Густота обычной базы, плотная, посмотрите, я как гель-лак ее наношу, и она уже перекрывает в один слой. Вот, посмотрите, видите, это база, рабер база. Сначала наносим тонко, желательно, конечно, перекрывать прозрачной базой, делать такую прослойку между цветной и ногтем. Когда вы будете коррекцией, когда будете спиливать цветную базу, чтобы ноготок родной не повреждать, потому что сегодня она захотела бежевый, завтра красный, потом синий, вам придется пилить до самого ногтя, и все это вам будет достаточно не очень комфортно пилить по ногтю. Лучше сделать тоненькую подложку из прозрачной базы, а потом уже наносить вот такой цвет, какой красивый. Вы можете использовать ее как самостоятельное покрытие, а можете использовать как основу под дизайн. Такая густота, как я люблю, такая, знаете, густота геля, которым я работаю. То есть для меня не составит труда работать этим материалом. В длину, конечно, эта база держать не будет, в длинную, очень большую длину. Очень комфортная в работе эта база, она даже по типсе легко сама распределяется, по ноготочкам, еще будет проще, потому что ноготочки теплые, и база прям-таки идеально ложится по поверхности, разравнивается. Совсем немножечко подождать, выровняться, и можно в лампу. Я, конечно, протестирую все эти базы, и вам расскажу, как они в носкости. Так что обязательно подписывайтесь на мои соцсети, чтобы быть в курсе, и можно было задать вопросы, но я пока отправлю в лампу. Все выровнялось, топчиком останется только перекрыть. Здесь у нас номер 11. Кстати, это пузыречки у меня по 10 миллилитров. Ой, посмотрите, какая красотища. Вот как камера показывает вам, так оно и есть. Так оно и есть. Вот такой цвет красивенный. Видите, какая? Оп, кто любит такую консистенцию? Опа, видали какая? Нанесли на ноготочки, выровняли, все красиво сделали. А потом можно перекрыть матовым топом, можно перекрыть топом с эффектами, можно перекрыть просто глянцевым топом. Вот такой вот цвет. А если нанести прям тонко, 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 то это витраж. Самый настоящий витраж. Многофункциональный продукт. Сейчас с выравниванием нанесу. Я так сказала, что длинные ногти не будут держать, как будто в этом виновата именно марка. Нет. Любая торговая марка, выпускающая мягкий материал, не рекомендуют каучуковые базы использовать на длинные ногти, потому что поломаются. Ленивенькая такая вот, смотрите, я поставила ее, она такая ленивенькая, так распределяется. Кто любит такие консистенции, напишите мне в комментариях. Я люблю вот такая вот тянучая такая, я такие гели люблю, такой консистенции. Не густая, не жидкая консистенция, такая, как и я люблю. Все, можно перевернуть, если вы переворачиваете. Ну, а можно тонкой кистью дотянуть, доровнять. Так как вы умеете, так и делайте, потому что материал позволяет в разных техниках работать. Вот что у нас получается. Отправлю в лампу. Тоже цветная база номер 15. Я выкраски делаю не только для вас, но и для себя, для того, чтобы у меня были образцы. Вы посмотрите на этот цвет. Это вот красный гель-лак, но это рабер-база. Вы понимаете, что это? Это не гель-лак, это рабер-база. Вот такая консистенция. Кто любит такие красные ногти, кто не любит наносить несколько слоев гель-лак, а там еще что-нибудь. Вот, пожалуйста, для тех, кто любит быстро, для тех, кто любит красиво. Красивый, кстати, невозможно красивый цвет. Давайте посмотрим, какой цвет. О, какая красота. Если, мне кажется, нанести два тонких слоя, то перекроет полностью ногтевую пластину. Если надо выровнять, подвыровнять, и вообще будет красота. Ну, вот смотрите, как эта база перекрыла. Просто практически в один слой. Если нанести до выравнивания, до выровнять. Тут, кто любит работать кисточками из флакончика, я не очень. Я люблю из баночек. Иногда даже на палитру такие материалы наношу, чтобы работать кистью отдельно, не с флакончика. Такая у меня дурная привычка. Практически идеально. Чуть-чуть вот подвыровнять осталось, и все. Запаха постороннего никакого неприятного нет у этого материала. На типсе выровнялась, а на руках, так тем более выровняется. Смотрите. Все идеально. Отправлю в лампу. Посмотрите, какая красота. Мне кажется, они даже друг с другом сочетаются. Какая красота. Остаточная липкость, достаточно такая жирненькая. Так что топом перекрываем. Топы могут быть любые, с эффектами. Могут быть матовые топы. То, что вам нравится. Короче, что придумайте, то и наносите. Но вот этот цвет, конечно, прям-таки какой-то прям волшебный. Все три волшебные. Еще одна Рабер База цветная. Номер 33. Камуфляжик. Вот такой 10 мл. Пузыречки стеклянные. Точно такая же консистенция. Цвет на камере перевирает. Он прям синий на камере, а на самом деле чуть более приглушенный. Слегка посветлее. Чуть поспокойнее на камере. Он прям-таки синий какой-то сильно. Здесь нет, он живой, он поспокойнее. Сразу наношу. Смотрим, плотность. Вот как будто, знаете, вот есть гель-лаки такие. Точно такие же. Такой консистенции. Такие вот они тянущие. Вот такая вот консистенция. Но они называются гель-лаки. А это база. То есть вы можете нанести выравнивающим слоем. И это будет у вас уже и цвет, и выравнивание. Немножечко надо добавить, чтобы было ровнее по цвету. Я обязательно вам буду рассказывать, как он носится, как наносится на клиентах. Все подробности буду рассказывать. Вот этот может быть уйдет на осень. Практически выравнился. Хитрость такого материала в том, что нужно работать максимально аккуратно. Кистью, как метлой, не махать, чтобы не взбивать пузыречки. Чтобы все было идеально. Немножечко подождем. Распределиться и в лампу отправляем. Синяя цветная база здесь смотрится. Посмотрите, как красиво в комплекте. Редактор субтитров А.Семкин